Все спрашивают, куда мама собирается? Мама помыла голову и все подходят и спрашивают, мама, ты куда? Это мама раз в год голову мовит. А где? Где собаки? А вон она! Эй, кошерка! Поставила вариться вкусный компотик. Здесь вишня, смородина, все с дачи. Правда, лимон, конечно же, покупной. Такой будет вкусный компотик. Варю я его недолго, чтобы витамины не улетучились, так скажем. Буквально закипел, минут 10 он прокипел, и я плиту выключаю. Закрываю крышкой, и все это дело просто настаивается. Ни в коем случае я не варю долго, не провариваю. Чтобы сохранить максимум витаминок. Вот такой вот компотик сегодня будет. Я сейчас начинаю уборку в комнате. Застилать постель, пылесосить, убирать. Пойду сейчас Лене скажу, чтобы тоже в комнате убирала. Сегодня занимаемся уборкой потихонечку. Лена тоже займется уборкой, такие у нее бардаки. Этот комод у нас уже развалился, ящики проваливаются, ничего с ним сделать невозможно. Поэтому хотим Лене покупать новый шкаф. Правда, его некуда вставить, но найдем место. Так что, Леночка, давай ты здесь убираешь, я у нас в комнате. Хорошо? Ну что, погнали. Сделила постель, пыль повытирала, осталась вот с ковра. Сонька тут нагадила. Остались пятна на ковре. Вот их видно. Сейчас буду чем-то, еще не знаю чем, наверное, мне кажется, что обычным моющим. Я возьму сейчас гала, водичку, мочалку и попробую это все вывести. Сейчас займусь ковром. Застирала я пятна на ковре, как я говорила, обычным моющим гала, но пока непонятно, потому что мокрое. И кажется, что еще больше желтого высохнет, посмотрю, что получится. Я думаю, должно отстираться. Просто там мокрый, мокрый ковер. Пойду у Лены пылесосить. Такой, короче, у меня сегодня день уборки, потом кушать готовить. Еще не придумала, что. Сейчас подумаю. Лена убрала в комнате и чуть-чуть попылесосила. Ну, если можно назвать уборкой, я, конечно, бы поубирала лучше. Тут у нее ее искусство. Всякие. У нее Манечка с детства клеит всякие штучки. А потом мама ходит, скотч отклеивает от стен. Такие рисуночки она по клеточкам рисует. И хотим взять ей шкаф, потому что у нее только в комоде вещи лежат. Это он очень старый, этот комод, он весь развалился. Я уже и клеем клеила. Поддоны, которые идут под каждой шухлядкой, прогинаются, и полочки не открываются. И вот здесь у нее одежда в этом шкафу лежит. Это очень неудобно. Шкафа нет. Комната маленькая, поставить негде. Но здесь есть вот такой вот коридорчик. Вообще это была кухня. Поэтому здесь положена плитка. И минус теперь этого. Ковер ерзает по плитке скользко. И это была кладовка. И вот здесь хочу сделать ей шкаф. Это все убрать надо. Это игрушки, которыми она не играется. Приготовила их перевезти на дачу. Пускай там лежат, тут тоже у нее художество. Но это все мы уберем. Вот такие вот какие-то монстры. Там мультик какой-то есть. Не помню, как он называется. Тут даже что-то она придумала, какие-то штучки. Короче, детская такая ерунда. Вот. Сделать здесь побольше света, какие-то подсветки и поставить шкаф. Шкаф такой четко, чтобы по размеру подходил. Но больше тут ничего не придумаешь. Он довольно-таки узкий. И шкаф нужно. Я в интернете смотрела, размеры не подходят. То слишком большой, то слишком узкий. А хочется, чтобы под стены, до стены был. Поэтому будем, не знаю, в этом месяце планируем поехать. У нас есть такой ателье, типа, где можно под заказ заказывать. Будем делать шкаф ей. И шкаф хочу с зеркалом. Большое зеркало. Чтобы она тут могла наряжаться и в зеркало смотреться. Короче, вот такой вот у нас сегодня денёк. Папа пошёл подкупить. Там у меня картошка закончилась, продуктов. Вот. И ждём папочка. Папочка вернулся с магазина. Купил картошку. Картошки. Капусты квашеные. Очень полезная штука. Всем советую постоянно кушать. Огурчики маринованные. Хочу сварить супчик, рассольник, майонез. Наш любимый хлебушек. Сирпо стали вот такой хлебушек. Да, он такой мягкий. Что-то понравился нам. Покажу, как называется. Вот такой вот хлеб без ГМО. И кошкам рыбы. Рыба вышла на 68,56. Цена за килограмм 32,90. Нехило. Наши кошки живут, да? Ну да. Надо будет Алиску на дачу съездить покормить. Поэтому закупились рыбкой. А сейчас будем садиться обедать. Садимся перекусить. К Лене пришла подружка. Они там в комнате кушают. А у нас вот такой вот перекус. Стандарт яички, сосиски. Суп я не успела сварить. На завтра уже сварю рассольничек. Вот такой вот перекусик. Готовлю ужин. Решила пожарить котлетки. Поставила в воду. Сварю макаронки. Вот такую фермишель. Рожки, или как они называются. Вот такой вот сегодня будет наш ужин. Ленечка села кушать. Подружка только ушла. Допоздна была, да? Сголоднела? Красота. Вы что, целый вечер в телефоне просидели со Златой? Нет? А что делали? Играли. Играли. Вкусно? Кислый огурец. Кислый. Это папа сегодня покупал. Кушай. Приятного аппетита. Спасибо. У нас уже вечер. Поставила варить куриный бульончик на завтра на суп рассольник. А мы садимся ужинать. Вот такой вот у нас сегодня ужин. Макаронки с подливкой, котлетки, огурчики. Вот такое вот меню. Лена уже покушала. Ласа пришла, тоже обнюхивает. Так что день закончился. Садимся ужинать. Поздравляем всех с Днем Влюбленных. Желаем вам любви, любить и быть любимыми. Пока-пока.